Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу про один из самых известных фейковых советских танков, а именно про легендарный КВ-6. В сети можно найти большое количество картинок и рендеров, посвященных данному гиганту. Но в отличие от других огромных советских танков, проекты которых существовали в реальности, пусть даже и на бумаге, КВ-6 является чистой воды выдумкой. На самом деле, создатель КВ-6 не ставил перед собой задачу ввести людей в заблуждение. КВ-6 — это всего лишь модель танка, которая была построена для участия в конкурсе моделистов в далеких 90-х. Автором модели является Брайан Фаулер. Он построил танк в 1995 году, соединив в одно целое три корпуса танков КВ. На эту базу он поместил различные башни, среди которых особенно выделяется башня КВ-2. Фотографии модели были размещены на сайте TrackLink в 1997 году вместе с поддельной историей, ссылающейся на несуществующие книги и справочники. В 2010 году один из пользователей DeviantArt запилил иллюстрацию, которую часто используют для демонстрации танка. Ну и, конечно же, не обошлось без фотошопа. Обрабатывались как реальные фотки, так и собирались воединочасти нескольких фотографий. Давайте же познакомимся с фейковой историей происхождения танка КВ-6. На всякий пожарный напомню, что вся информация является выдумкой и к реальности не имеет никакого отношения. Цитирую. «После распада Советского Союза появились новые факты о секретном оружии, разработанном Красной Армией во время войны. Одним из них стал КВ-6 «Бегемот». В июле 1941 года Сталин узнал про подвиг экипажа КВ-2, который в одиночку сдерживал наступление превосходящих немецких сил. Вождь СССР приказал в срочном порядке разработать сухопутный линкор на базе КВ-2. Благодаря наличию трех башен и толстой броне, линкор способен защитить себя от всех видов вражеского огня. Когда конструкторы сказали Сталину, что из-за большой длины машины ее радиус поворота слишком велик, Сталин ответил, «Этому танку не надо поворачивать, он поедет прямиком в Берлин». В конструкции КВ-6 применялись компоненты разных советских танков КВ-1, КВ-2, БТ-5, Т-60 и так далее. Использование существующих конструкций обосновывалось сжатыми сроками разработки и большой нагрузкой на советскую промышленность. Постройку первого прототипа завершили в декабре 1941 года. Танк принимал участие в битве за Москву. Правда, во время первого же боя из-за плотного тумана задняя башня случайно выстрелила в центральную. В итоге взрыв полностью уничтожил танк. Второй прототип был готов в январе 1942 года. Его отправили на Ленинградский фронт. Конструкторы сделали выводы из прошлой трагедии и установили на танк датчик, который сигнализировал, если одна башня может ненароком задеть другую. Но вот незадача. Во время первой атаки танк просто разломался при попытке пересечь естественное препятствие. Искра зажгла вытекающее топливо, и танк взорвался. Третий прототип также воевал под Ленинградом и уничтожил три немецких самолета. Вы не поверите, но и его постигла печальная участь. Машина дала бортовой залп сразу из всех орудий и просто-напросто опрокинулась. После этих неудач Сталин отменил проект, а большая часть конструкторов, естественно, отправилась в ГУЛАГ. Господи, ну и бредятину я только что прочитал. В общем, после выхода статьи о танке, авторам удалось связаться с создателем концепта КВ-6 Брайаном Фаулером. Он предоставил несколько дополнительных фотографий, а также отметил, что создал КВ-6 ради забавы, после отстройки нескольких сложных моделей, требовавших тщательной работы и долгих исследований на предмет достоверности. Так что КВ-6 не является преднамеренной мистификацией. Это всего лишь шутка. Кстати, на своем канале я рассказывал про еще один безумный концепт, на сей раз от художника. Это гигант Горостас. Ссылку на ролик вы найдете в закрепленном комментарии. Обязательно посмотрите.